В эфире телеканала Юрген программа Крик, криминал и комментарии. В студии Виктор Прокушев. Сегодня в программе. Тройное наказание, возмещение ущерба, крупный штраф и лишение прав грозит виновница ДТП. Мучительная любовь, неотвратимое возмездие столичному юристу за убийство, которое хотелось забыть. Наглость, второе счастье, предприимчивый сыктывкарец вскрыл терминал на глазах покупателей. В Сыктывкаре женщина-водитель спровоцировала ДТП. После столкновения двух автомобилей пострадала ее четырехлетняя дочь, которая в тот момент сидела на заднем сидении. ЧП случилось около 10 часов утра на улице Железнодорожной. По неустановленной пока причине девушка-водитель не справилась с управлением. Ее ВАЗ-21099 занесло и выбросило на встречную полосу, где в машину на полном ходу врезалась лада 14-й модели. После столкновения с хэтчбэком легковушка отскочила в левую сторону и протаранила снежный брусьвер. Мама, которая перевозила ребенка, в 2012 году была лишена водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского свидетельства не на месте. В 2013 году за повторное правонарушение также была привлечена к административной ответственности, где был вынесен административный штраф. И на момент управления транспортным средством данная гражданинка не имела при себе документов. Основной удар пришелся на правую сторону седана, как раз туда, где находился юный пассажир. И хотя девочка ехала в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности, все же получила сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы и ссадины. Потерпевшую госпитализировали в ДРБ. Теперь ее маме придется из своего кармана возместить причиненный ущерб владельцу разбитой лады, так как эта авария не попадает под страховой случай ОСАГО. Кроме того, за повторное управление автомобилем без водительского удостоверения нарушительнице грозит штраф в 50 тысяч рублей и продление лишения прав на три года. Ухтинский суд принял к рассмотрению уголовное дело об убийстве предпринимателя. Тело 40-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в собственной квартире. Что предшествовало трагической развязке, выяснила Наталья Литкевич. Продолжается осмотр место происшествия по адресу Наталья Курта, улица Синякова, до 50. Утром 29 июня житель многоэтажки по улице Синякова заметил, собака одного из соседей почему-то гуляет без хозяина. Это показалось странным, и он решил отвезти питомца домой. Толкнув дверь, которая оказалась не заперта, он зашел в квартиру. На кухне лежало тело мужчины в луже крови. Рядом валялся кухонный нож. На клинке имеются наложения вещества красновато-бурого цвета. Эксперты тщательно осмотрели тело и место происшествия. Стражи порядка опросили соседей. Выяснилось, накануне в одной из квартир стучался незнакомец, сильно выпивший пожилой мужчина. Когда выяснилось, что он просто ошибся дверью, пенсионер вышел из подъезда, сел в машину и уехал. В ходе разыскных мероприятий нами был установлен мужчина, 57-го года рождения, который вместе с убитым распивали спиртные напитки. В ходе следственных действий было установлено, что он действительно был, на нем имелись следы преступления. Данный гражданин был задержан нами, доставлен в дежурную часть, впоследствии был арестован. Сознаваться в убийстве задержанный не спешил. Он не отрицал, что познакомился с потерпевшим на улице, неподалеку от продуктового магазина. А вот что было дальше, он, по его утверждению, не помнил, так как был сильно пьян. Проснулся утром в собственной квартире. На всем протяжении следствия гражданин, местный житель Ухты, отрицал полностью причастность к совершению указанного преступления. Но, тем не менее, в ходе продолжительного времени, в ходе следствия, было назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе комплексных генетических, тросологических, дотелоскопических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, а также одежды подозреваемого. Кровь потерпевшего на одежде подозреваемого, его отпечатки пальцев на ноже и посуде, а также забытые им на месте преступления связка ключей и жилетка, прямо указывали на его причастность к убийству. Невыясненным остался лишь мотив преступления. Мужчины были ранее незнакомы, оба несудимы. Вместе их свело желание выпить спиртного. По версии следствия, в ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, и гость схватился за нож. Теперь за свою несдержанность ему придется провести за колючей проволокой от 8 до 15 лет. 134 миллиона рублей недосчитались энергетики ТГК-9 в результате превышения должностных полномочий сотрудникам межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Нарушение выявила весной прошлого года прокурорская проверка предприятия в Оркутинске тепловые сети, которая за 4 года, начиная с 2009-го, задолжала поставщику электроэнергии ТГК-9 больше 3 миллиардов рублей. После решения суда взыскать долги взялись приставы. В рамках исполдействий силовики должны были перенаправить все деньги со счета должника энергетикам. Однако часть средств нарушения закона пристав-исполнитель разрешила перечислять сторонним организациям. В данной ситуации пристав разрешала своей подписью совершать эти сделки, совершать эти перечисления. В итоге более 100 миллионов рублей вместо ООО ТГК ушли сторонним организациям. Пристав у нас опрошена была, то есть она сообщала о том, что поступали ходатайства от должника о перечислении таких средств. Она разрешала совершение этих действий. Все перечисления происходили в обход депозитного счета межрайонного отдела судебных приставов. Сама служитель Фемиды настаивала на своей невиновности. Вскоре дело направят в суд за превышение полномочий, которая вылилась в многомиллионный ущерб. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Сыктывкарский суд вынес приговор Валерию Токареву, известного столичного юриста, обвиняли в убийстве бывшей любовницы в 2002 году. Долгое время уголовное дело о гибели девушки, чье закопанное тело нашли в заброшенном карьере, числилось в разряде глухарей. Хотя у силовиков были все основания подозревать ревнивого мужчину в совершении преступления. Но доказательств его вины было тогда недостаточно. До осени 2011-го. Любовь как наваждение. В репортаже Эдуарда Бушуева. По моим предположениям, в том карьере, куда я выезжал около 10 лет назад в составе оперативной группы, на труп молодой женщины. В августе 2002-го в заброшенном карьере возле дороги в село Нювчим гребники случайно обнаружили страшную находку. Щенок с диким воем стал рыть землю возле пня. Позже появились первые фрагменты женской одежды. Прибывшая оперативно-следственная группа откопала убитую девушку. У нее были выбиты зубы, а на теле оказалось три огнестрельные раны. Одна из пуль, калибра 9 мм, застряла в позвоночнике. Личность погибшей установили быстро. Ей оказалась 29-летняя Елена Юхнина, которая незадолго до этого исчезла при странных обстоятельствах. В числе первых подозреваемых отрабатывали ее бывшего любовника, экс-милиционера Валерия Токарева. В конце 90-х он, как профессиональный юрист, представлял ее интересы. Деловые отношения вскоре переросли в любовные. Но в 2001-м роману пришел конец. Това была своя семья, она хотела жить своей жизнью, а Токарев ее не отпускал. Грубо говоря, наящего, не давал ей проходу, контролировал все ее действия. Она поняла, что такое мания преследования, когда Токарев мог ей передать содержание ее разговоров, которые она, например, с какими-то своими знакомыми по телефону вела или в ее квартире. Причина столь странной осведомленности бывшего любовника Елене стала понятна, когда она обнаружила в квартире подслушивающее устройство. По ее заявлению в дело вмешались сотрудники ФСБ, которые изъяли жучки в ее квартире. По данному факту возбудили уголовное дело, но вину Токарева доказать не смогли. Как, впрочем, не смогли найти и непривержимых улик его причастности к убийству следователи прокуратуры. Долгие годы собранные материалы пылились в архиве, пока осенью 2008-го не всплыло орудие убийства – газовый пистолет ИШ, переделанный под боевые патроны. Этот ствол оказался в изъятом арсенале Логиновской группировки. Вот эта штука, я не знаю, тоже запал? Тоже запал? Три запала пластиковая. Старое дело об убийстве Юхниной еще раз проверили от и до. Причастности к логиновцам следствие не усмотрело. Было странно, как засвеченное оружие оказалось у них. Тем не менее, Сыктывкарское подразделение Следственного комитета продолжило работу по глухарю, и в конце 2011-го, благодаря разработке уголовного розыска МВД по коме и сотрудников оперчасти СИЗО Сыктывкара, в запутанном деле, наконец, появился свидетель, который изобличил Валерия Токарева. Вы, Елену, для чего везли Токарев? Разговор. По словам свидетеля, никаких разговоров об убийстве девушки даже не заводилось. Летом 2002-го Токарев попросил его с ранее судимым приятелем следить за Юхниной, познакомиться с ней, а затем привезти к нему в условленное место. За услугу обещал каждому по 30 тысяч рублей. Один из подельников после знакомства с Еленой легко вошел к ней в доверие. В конце июля он перевез нетрезвую и спящую девушку из ночного клуба за город и передал заказчику. Разбудил, а вышел в шоке был, он начал кричать, что мы с тобой все выяснили. За это он дал ее пол, битый, но упал. Начал кричать, чтобы обратиться в бедницу. За это Докарев ездал, зубы битый. Так скачал и побежал. Валерия Токарева, который в сытые нулевые получил определенный статус в адвокатских кругах, за свое успешное участие в гражданских процессах задержали только после получения неопровержимых улик. Сначала он написал в СИЗО явку с повиной. По его версии, Елену он застрелил в результате самообороны. Мол, это она заманила его за город и пыталась убить. Но он выхватил у нее пистолет и первым нажал на курок. Позже позиция фигуранта в корне изменилась. Он стал настаивать на своей полной невиновности. Заявил алиби. Дескать, в момент убийства был в Рязани на свадьбе знакомых. Следствие доказало, он туда, конечно, ездил, но позже обозначенного срока. Фигурант согласился. Да, действительно, находился в Сыктывкаре, но в ту ночь с отцом охотился на зайцев. Подсудимый Токарев вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. Мотива убивать их вину у него не было. Неприязненных отношений к ней не испытывал. Ключей от ее квартиры у него никогда не было. Свидетели не видели, как он проникал в квартиру. На прослушивающих устройствах отсутствуют его отпечатки пальцев. На патронных единицах нет отпечатков пальцев. На время следствия, а затем суда, фигуранта поместили в СИЗО. Весной 2012-го, когда ему понадобилась срочная операция на сердце, Токарева перевели под домашний арест. Он стал пропускать судебное заседание якобы по болезни. Когда оперативные службы установили, что он свободно передвигается на машине, и более того, склоняя свидетелей к изменению показаний, его опять вернули за решетку. Суд признал его виновным в незаконном проникновении в квартиру, установке прослушки, приобретении и ношении пистолета. Но поскольку срок давности по этими статьями стек, наказывать за них не стали. По приговору суда ему назначили 9 лет колонии строгого режима только за убийство. В Сыктывкаре стражи порядка раскрыли необычную кражу денег из платежного терминала. Примечательно, преступник более получаса орудовал в одном из торговых центров прямо на глазах персонала и покупателей. Но никто не придал этому особого внимания. Злоумышленнику с легкостью удалось осуществить задуманное. Боришка забрал всю дневную выручку купюроприемника, более 17 тысяч рублей. Злом обнаружил индивидуальный предприниматель, который вечером пришел снимать кассу. Оказалось, в момент хищения и лицо подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Потерпевший сразу написал заявление в полицию. В торговый центр, расположенный по улице Карла Маркса, выехали сотрудники полиции. Следователи провели осмотр терминала, просили свидетелей и очевидцев произошедшего, изъяли запись видеонаблюдения, на которой был зафиксирован момент хищения денег. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его. Воришкой оказался нигде не работающий уроженец Азербайджана 1988 года рождения. На первом же допросе, под тяжестью предъявленных улик, молодой человек полностью признал вину. Заявил, на преступление пошел из-за трудного материального положения. Дескать, накопил приличные долги, а отдавать их было нечем. Замок платежного терминала открыл при помощи подбора ключей. До суда молодого человека взяли под стражу. Теперь придется и ущерб возместить, и срок получить до пяти лет лишения свободы. На этом наш выпуск завершен. С вами был Виктор Прокушев. А сейчас вы увидите информационные итоги дня в программе «Время новостей». Хорошего вам вечера, без неприятных происшествий.